Ян Маскалевич По плоским системам мы уже объясняли, как нежесткие тела могут занять оптимальный объем. Приводили на доходчивых примерах. У нас должно одно тело двигаться вокруг второго, в обращении Солнца и планета. Вторая планета будет перпендикулярно обращаться вот так. Это теоретически возможный вариант, но с точки зрения сохранения энергии, нам надо так, чтобы тела обращались и не мешали друг другу. Что происходит, когда у нас, допустим, здесь у нас обращается система? Что будет, когда у нас вот здесь еще обращается какая-то система? Они будут своими планетарными объектами соударяться полями и мешать друг другу. Гораздо эффективнее будет система, когда у нас движение идет как-то слаженно или в каких-то плоскостях. Если, грубо говоря, мы при диаметре планетарной системы 100 единиц, которая обращается во все стороны, и следующие 100 единиц условных, если мы заполним некий объем, то у нас взаимодействие будет более жестким, если эти системы будут сферические, если они будут вращаться в планеты во всех плоскостях ориентированно. Но если эти системы будут плоские, то заполнить вот этими системами 100 единиц мы сможем более мелкий объем, и у нас не будет соударений, полевых соударений для объектов. Эта система, когда она, возможно, и формируется обыкновенным силовым образом, чтобы занять наименьшую нишу. Чем меньше нишу занимает, тем меньше воздействие. Допустим, у нас какие-то даже тела на каких-то этапах не все в одной плоскости обращаются, а какие-то с каким-то отклонением, но в результате воздействия ударов сверху, полевых ударов снизу, система подбивается, подбивается, уходит в одну плоскость. Скорее всего, это работает именно таким образом. Применительно к кольцам Сатурна у нас есть примеры и взвеси, и плоскостей, как я понимаю, созданных объектами для различных космических объектов. Тут надо смотреть частную ситуацию. Но на прямом притяжении кольца Сатурна в принципе не могут существовать ни в каком виде. Вот прямое притяжение и кольца Сатурна это невозможно. Нет силового фактора для их существования. Поэтому кольца Сатурна служат таким зримым доказательством версии Ломоносова. Хоп-Мирор. Космические тела не дальше плоскости твердей небосвода. Без комментариев. Полагаю, что это ваш уютный мирок. Находитесь в нем, не будем даже тревожить. В вашем мире пускай они будут прибиты. Жорж Симеон. Даже компьютерное моделирование опровергает вашу теорию. Ее легко опровергнуть. Отталкивание двух тел по вашей теории должно быть разным. На поверхности и в глубине Земли. Вследствие экранирования сил отталкивания, я бы сказал, что на какой-то глубине тела начали отталкиваться друг от друга. Солнце и Земля реально должны быть пустые внутри. Тогда среднеоплодность Земли будет меньше наблюдаемой. Ну, бред же. Ой, Господи, Жорж Симеон. Вы удивляетесь каким-то новым воротом. Вам кажется, что... Во-первых, вас жестко обманули. Вам кажется, что компьютерное моделирование опровергает вашу теорию. Вам наврали. Вот этот вот аннигири несчастный. Он просто сфабриковал этот угловатый ужас. Это единственная его претензия. Он придумал орбиту, которая вот такой вот формы. Это компиляция, фабрикация. Жулик. Вас обманул, вы поверили. Вот и вся суета. На самом деле, он не может ничего просчитать, кроме как через ускорение. А ускорение он не знает. Получено оно по прямому притяжению или по приталкиванию. Ребята предоставляли вполне нормальное моделирование. Неоднократно уже. На силах приталкивания. Просто вы жертва обмана. Такой жулечек. И повторяете. Первую попавшую часть чушь за другими. Вот. Дальше. Полая земля. Полое солнце. Вот вы такой знаток. Полая земля или не полая? Земля действительно может быть полой внутри. И солнце может быть полым. И ничего в этом страшного нет, кроме вашего удивления. Вот. Млекопитающее удивилось версии, что земля может быть полой. Все. А что, версия полой земли, она какая-то некорректная? Вашим представлениям. Потому что что? Потому что вас не так учили, да? А какие проблемы-то с этим? У нас многие объекты прямо вот показывают, дают явный намек по своей форме на то, что они могут быть полые внутри. И как раз по Луне даже были такие предположения. Такую акустику она бы давала, если бы она полая. Земля такие бы показатели имела, если бы она была полая. Это упоминается многократно. Просто на прямом притяжении действительно нет силового фактора для полой земли. Нет силового фактора для колец Сатурна. Нет силового фактора для обращения Луны вокруг Земли, Земли вокруг Солнца. Вы просто удивляетесь какими-то вещами, у вас небольшая такая легкая истерика опровергает вашу теорию. Недостоверное моделирование опровергает мою теорию. Ну не может недостоверное моделирование что-то опровергнуть. Вот эти клоуны, которые на это журничество пошли, этот Макарда и второй Танегири. Ну просто жулики. Вы доверчивая жертвочка такая, которая верит жуликам. Пожалуйста, приведите свою критику к разумительному виду. Утверждение такое-то, в части такое-то является неверным по такой-то причине. Пока вы это вот изразить не можете, вы в своих попытках, ну не состоятельно. Только сочувствие к вам. Мак-Валарон. Виктор, у меня к вам вопрос как к человеку, чьё мышление не сковано догмами. Мак-Валарон, уже... Мак-Валарон, вы сначала очень воевали, а сейчас уже такой конструктивный диалог прям начинается, я бы сказал. А продиктовано чистой логикой. Как вы думаете, существуют ли в природе безмассовые объекты? Или вместо этого существуют объекты с массой, бесконечно стремящиеся к нулю? Ну до нуля и бесконечно далеко. Например, фотон в космосе. Понимаете, Мак-Валарон? Наука в 21 веке находится в дремуче-скотском состоянии. Вот совсем вот та скотинина. Она не знает, есть плюс перед формулой и нет этого плюса. Что там, от чего там. Как вот когда-то дремучим в ньютоновские времена им на корабле основы, они дальше вот двигаться не могут. Они думают, что есть отрицательное количество, да? Потому что какие-то дураки смешали число и операцию и сделали отрицательное число. Они думают, что это было развитие науки, да? Что это не был скат науки в пропасть. Вот, короче, дремучее идиотство заняло место в фундаментальной теоретической науке. И вопреки этому скотскому идиотству слабоумному как-то развивается инженерия. Вот инженеры по-другому действуют. Им не надо вот эти вот все кучи громадье формул, не надо гомеоморфность и гомеобразие. Они им никогда не пользуются. Инженеру это не надо. Вот этот бред математический, да, многомерный, толстые портянки этих учеников, они не нужны. Вот есть скотская наука, которая загоняет нашу цивилизацию туда, вдремучись обратно, да? И есть инженерия, которая пытается, вопреки вот этому скотским догмам, как-то развивать эту науку, практическую ее часть, инженерию. Вот. И у этой науки в 21 веке очень много различных пробелов. Она не знает то, не знает все, не знает это. Вместо каких-то знаний она дает какую-то подменку. И вот мы даем нашей науке объективное знание. Мы дали знание про равновесие. Мы дали знание про сравнение бесконечно больших и бесконечно малых величин. Мы дали фундаментальную формулу физического воздействия. Это 21 век, да? Этого не было. Мы это даем цивилизации. Вот нашей цивилизации даем вот так вот. Бросаем бесплатно. И есть разделы знаний, которые мы не даем пока. Ну, по разным причинам, в том числе, ну, можно было назвать биологическим причинам. Наверное, раз вы вот эти предыдущие разделы даже не заметили, не оценили, спасибо они сказали, да? Что мы вам будем дальше давать? Ну, конечно, не по этому принципу. Но по массе вот эта вот цивилизация, докатившаяся до скотского состояния, она даже не понимает, что такое масса фундаментально. Нет научного подхода к этому вопросу, да? Хотя все там решается элементарно, и мы когда-нибудь, может быть, это дадим, а может не дадим. Нам бы хотелось дойти до того уровня, чтобы была отдельная группа людей, развивающих теоретическую часть, работающих в закрытом режиме, на благо всей цивилизации, ну, скажем так, не публично. Которая бы пользовалась этими материалами, в том числе по массе, по энергии. У нас даже на счет энергии, там, вы, если зайдете в салавари, там, пять разных определений минимум найдете по энергии. Хотя это элементарное тоже понятие. Просто надо взять и теоретическую часть нормально выдать, составить, показать людям. Тогда все будет. А пока вопросы вот и будут задаваться вот такие, существуют ли в природе безмассовые объекты, есть ли точный ответ на эти вопросы. Есть точный ответ. Я музыкант, а не физик. Меня первоначально привлек фильм Виктора «Равновесие». Там настолько доступным, понятным языком, в этом фильме Виктор аргументировал свои взгляды на реальность, в которой все с вами живем. Однако к утверждениям современных физикам, касающихся самых передовых предположений о том, как устроен мир, и к утверждениям Виктора я отношусь критично, без фанатизма. По поводу поля и его природы не знаю, как у Виктора, лишь на меня представление, как она устроена много темных пятен. «Масса – это инертность тела. Виктор считает, что инертность поля равна нулю. Это смелое заявление, потому что от массы до нуля бесконечно далеко. Откуда Виктор узнает, что может не существовать в природе безмассовых объектов, а существует ограниченная человеческая возможность эту массу регистрировать?» «Ну, здесь как бы все просто в этом вопросе. Когда вы на весы какие-то помещаете груз, чтобы получить вес, через вес вы можете трактовать в определенных условиях как массу. Когда вы размещаете здесь вес или когда вы через ускорение, через силу определяете массу, вы оперируете с чем? Вы оперируете с вещественной материей и полем. Вот поле по умолчанию прилагается к вещественной материи. В данном случае на весах лежит и вещество, и поле, прилагаемое к этому веществу. Поле проходит сквозь весы, проходит в сторону, уходит вдаль в бесконечность, но оно вот здесь есть. И когда вы измеряете массу или вес этого тела, вы измеряете его совокупно с полем. Это вот объективный факт. Дальше. Какие у вас остаются после этого сомнения? Если вы всю массу данного объекта вместе со всеми полями вы учли и отнесли к вещественной материи. Кто отнес их к вещественной материи? Мы же сами с вами отнесли, да? Человечество относит массу к вещественной материи, да? Оно считает как-то отдельно полевую массу, да, вот эту вот, которая там какую-то... Он даже не думает, да? Оно просто взяло по умолчанию вся масса у нас вот здесь заключена. То есть мы вот этот объект воспринимаем как обладающей массой, и вся масса, она уже учтена здесь. И нет такого, что если мы ушли эту массу, то у нас осталась где-то неучтенная. Так как операция вычитания, вот 100 единиц плюс 0 единиц равно 100 единиц. Это вот математика. Поэтому про безмассовость тут как бы вопрос снимается. У нас масса заключена вещественной, мы этим оперируем. Тут вопрос просто такой, что есть ли объекты, которые не имеют массы? Ну, по идее, пространство это объект, но он не материальный объект. Он, наверное, спрашивает про материю, которая не имеет массы. А чтобы глубоко туда лезть, надо объяснить, что такое масса. Тогда как бы все вопросы отпадут. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Ирит Аркатюшек, телеканал «Научния трибунал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова